Всем привет! Сейчас в этом видео покажу, как поставить плинтус. Обычный пластиковый плинтус будем ставить. Ну, есть, конечно, сейчас деревянные плинтусы, которые пошли в моду. Вот эти такие большие, широкие, дорогие. Но я вообще не вижу смысла ставить там дорогой плинтус, потому что плинтус, по сути, нужен только для того, чтобы скрыть дефект пола, и для того, чтобы было удобнее мыть пол, а не для красоты. Ну, для начала, что мы берем? Берем сам плинтус, снимаем вот эту заглушку, которая для кабель-канала. Кабель-канала, интернет-канала, и все что-то. Ну, также, у меня есть видео предыдущее, где я рассказывал, если вы сделали очень слишком большое ущелье, и плинтус у меня проваливается, вы не можете его прикрутить. Как сделать так, чтобы он стоял нормально и ровно? Это можете посмотреть в моих видео. А так, ну, так, повторюсь еще раз, что просто берем палочки такие, в виде ламината, вырезаем их, вставляем их в эту щель, и они будут держать у нас самый низ плинтуса. То есть, таким образом, мы его нормально прикрутим, и он будет не ровно вертикально стоять, а чуть под небольшим углом. Ну, что мы теперь делаем? Вставим плинтус, покраем, сейчас берем покраные заглушки. Ну, также, в магазине, когда покупать, покупать, и именно внутренний угол, потому что есть и наружный угол, и внутренний. Нам нужен сейчас внутренний, потому что у нас комната дырчинка прямоугольная, наружный у нас ничего не нужен. Ну, то есть, открываем его. Сразу же сейчас надеваем на плинтус сбоку. Надеваются здесь две такие маленькие дырочки есть, два таких выреза. Вот. И вставляем этими средами наш плинтус. Он должен хорошо держаться. Так, вставили. Потом выставляем плинтус и оставляем, ну, не прямо со всей силы запихивайте вот эту стену, а чуть-чуть, немножечко, в маленький миллиметрик оставляете. Потому что нам нужно будет вставить второй плинтус сбоку. Если совсем плотно запихать, то у нас такая автоматическая. Ну, и теперь берем обычные саморезы. Так, смотрим, есть плинтусы, где дырки просверлены уже под саморезы, а есть, где нет. Здесь дырок нет, поэтому нам придется сверлиться так. А стены у нас изгиб гипсокартона, поэтому саморезы начинаем использовать по гипсокартону. Так, ну все, плинтус поставили. Вот эту среднюю палку вставили обратно. Ну, здесь немножко плохо вставлялось. Ну, и дальше, так, вставляем следующий, тоже мы начинаем подбирать. Вот, и проливем у нас ее по длине. Вот, и где подходит. Так, теперь начинаем подбирать палочки. Ну, сейчас этот подберем, то есть, также поставим, поэтому покажем дальше. Так, все. Палочки выставили, чтобы плинтус стал более ровным. А теперь берем соединитель плинтуса. Ну, это вот такие. Ну, и соединяем, и мы плинтус между собой. Примерно, то есть, сразу же, как соединяли уголки. Так, вот, вставляем, и вставляем туда же плинтус. Далее плинтус. Ну, сейчас выставляем, и делаем ту же самую операцию. Выставляем, прикручиваем, ставим обратно кабель-канал вот этот, закрываем. Ну, запихиваем плинтус, ну, вот таким вот образом, вот просто потихонечку вот так запихиваем. Ну, здесь плохо то, что, говорю, что он неплотно принадлежит в стене, поэтому это делает немножко проблематично, что у вас сторон с другим будет намного проще. Вот. Ну, и я потихонечку вот так запихиваю и закручиваю. Так, теперь прикручиваем здесь. Ну, прикручиваем именно там, где лежат у нас эти упоры. Ну, прикручиваем. Ну, прикручиваем. Так, ну, вот все у нас, плинтус готов, все сделано. Занимается время немало, делается довольно-таки быстро. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok